Здравствуйте! С вами программа в правовом поле. Программа, в которой мы рассказываем реальные истории, происходящие с нашими соотечественниками, как в Германии, так и за ее пределами, и требующие вмешательства адвоката. Сегодня мы продолжаем тему покупка автомобиля в Германии. И гостями в нашей студии сегодня Геннадий Левинский, адвокат, город Биллифельд, и Виктор Ежов, город Дюссельдорф, автоэксперт. Здравствуйте! Здравствуйте, Геннадий! Ну, конечно, историй здесь много, и приобретение автомобилей в Германии также может быть рискованным делом. Виктор, ну у вас, как всегда, живые и интересные истории. Что-нибудь из последних, что вы нам сегодня привезли, какую интересную историю из последних, из вашей практики? Да, наверное, я хочу здесь выразить мысль того, что приобретение машины, ну, я ранее на этом акцептировал внимание, что это как действительно кота в мешке. Но я о другой машине хочу сказать, о машине, которая была в эксплуатации, ну, скажем, до года. Она почти новая. Практически новая. Почти новая, да. Так вот, представьте ситуацию, машина прошла 32 тысячи километров. Это, в общем-то, маленький пробег. Но если учесть, что она прошла это за год, то, казалось бы, это хорошие километры пройдены, да. Большой пробег. Так вот, такую годичную машину приобрел наш один клиент. И где-то на седьмой день этот двигатель у него заклинило. Естественно, вопрос. Вот, казалось бы, новая машина. И на седьмой день двигатель заклинило. Ее доставили в ремонтную мастерскую. Попросили о том, чтобы демонтировали эту головку. И выявили все-таки причины технического характера. Что могло произойти, что привело к этому. Так вот, когда вскрыли головку, то оказалось, что эта головка абсолютно новая. То есть, владелец обратился к вам сразу. Конечно. По горячим следам. Потому что, во-первых, он не знал, что делать, что предпринимать дальше. И что вообще с машиной делать. На что мы посоветовали обратиться туда-туда. И что привело к тому, что мы стали обследовать двигатель. Так вот, головка оказалась, повторяюсь, новая. А сам двигатель, прошедший свои километры. То есть, 32 тысячи. Кроме этого, на каждой детали двигателя стоит маркировка производителя. В том числе и на головке. Естественно, когда головку, маркировку проверили на головке на плату. И когда на двигателе, там оказались различные маркировки различного года. Понятно, что здесь не наталкивал на мысль. А уже видно было воочию, без очков, что это замененная головка. Не совпадал год. У вас, кстати, фотографии с собой можно посмотреть. Я только к этому хотел подойти и предложить вам посмотреть вот такой вот вариант. Мы покажем телезрителям тоже. Вот такой вариант, который говорил сам за себя, что это чисто был такой подлог, чтобы заработать просто на этом деньги. Конечно, вариант не очень хороший, но тем не менее он состоявшийся. Ну, автомобиль купили. Да. После этого я хочу немножко дополнить или продолжить. Когда претензии предъявили автохаузу, то есть автомагазин. Да, эту претензию, чтобы они или вернули, ну, там свои юридические нюансы, адвокат расскажет подробнее об этом. То, конечно же, салон автомобильный отказался что-либо компенсировать. Это был большой автосалон или это что-то маленькое? Это был довольно крупный салон. Я не говорю даже, что это средний салон. Это был довольно крупный салон. Он и сейчас здравствует и работает, в общем-то, нормально. То есть салон, в котором работают специально обученные люди, в том числе специалисты-механики. Да, абсолютно верно. И вот когда автосалон пошел на то, чтобы пригласить автоэкспертов с ТЮФа, с технического контроля, да, чтобы они проявили экспертизу, потому что сказали, что вы сами перегрели двигатель. То есть сказали хозяину автомашины, который, естественно, не согласился с этим, потому что он ездил всего лишь 7 километров от дома, где он жил, до рабочего места. Ну и вообще машине только год. Абсолютно верно. То есть с дома на работу 7 километров и с работы домой. Что такое 7 километров для автомобиля? Это ничего. В сущности, он даже прогреваться на 7 километров не успевает двигатель. Но, тем не менее, автохаус сказал, вы сами виноваты, вы сами несете свои проблемы и расходы. Ну, естественно, когда автосалон согласился на то, после того, что вмешался адвокат, естественно, автосалон согласился на то, чтобы пригласить двух независимых, их назвали, но они были с города Бонн, два эксперта, которые провели тщательную экспертизу двигателя. Естественно, экспертиза эта прошла, какова она длилась, сколько бы, какие трудности, это все оставим за бортом происшествия. А выводы? Выводы были следующие, что поршня были надломлены. То есть, это надо полагать, что обломаны поршня. Если такое заключение есть, то покупателю здесь нечего даже ожидать чего-то полезного, хорошего или компенсации, и уже мы говорим об этом. То есть, понятно, что это вина завода-производителя, а все вопросы к заводу-производителю, ну, это, вы сами понимаете, это бесполезная трата времени. И долгое тяжество. Нервов и средств. Поэтому, естественно, адвокат обратился к нам, чтобы мы предоставили свою независимую экспертизу по этому характеру повреждений. Естественно, там было даже невооруженным глазом видно, повторяюсь, невооруженным глазом даже видно было, что поршня были оплавлены. То есть, понятно, что от высокой температуры. В процессе перегрева, а не заводская. Верно. Значит, режим был нарушен температурный самого двигателя. Значит, техническое состояние металла будет меняться. Это тоже понятно. Что и случилось. То есть, старая головка ее повело, там уже платы не было. То есть, это была уже деформированная часть, которая была демонтирована, поставлена новая. В связи с чем и для чего это делают, чтобы понимали все. Если бы они ее не демонтировали, то двигатель бы заклинило при первом же пробной поездке. То есть, при пробе фарм. Уже бы заклинило. Ну, а так как автохаус хочет все-таки получить и поиметь эти деньги с покупателями. Продать важно. Абсолютно верно. Они ставят новую головку, тем самым продлевая жизнь двигателя на неделю, там на две. Но это буквально в ближайшие дни. Что и произошло в данном случае. То есть, все теперь навалились на покупателя и сказали, что это твоя вина и твои проблемы, ты ее сам решай. Геннадий, у вас же такие случаи тоже бывают в практике. К вам же тоже, наверное, обращаются с подобными случаями. Давайте сразу, какие документы нужны человеку, когда он обратился с такой проблемой к адвокату? Мы исходим из того, что если машина покупается, годовалая машина покупается у профессионального торговца автомобилем. Автосалоне, скажи. В автосалоне. То автосалон предоставляет так называемую гарантию на основные части движущего состава. И законом предполагается, что если в первые шесть месяцев происходит какая-то поломка, то существует предположение, что эту поломку автомобиль имел во время продажи. Изначально. То есть, в момент продажи, что машина уже имела эту поломку. Здесь доказывать в этом плане даже должен тогда уже не покупатель, а продавец. Продавец в таком случае должен доказать, что нет, что покупатель был тот, кто эту поломку как бы сделал. Ну вот в нашем случае так и произошло. То есть, автосалон доказывает, что перегрев мотора произошел и в результате этого... Из-за неправильной эксплуатации автомобиля. Автомобиль. Эта головка была оплавлена там или что? Да. Автосалон-то утверждает вначале. И здесь очень грамотно поступили, что подключили эксперта, который сначала установил, в чем проблема. И уже автохаус, конечно, теперь должен оправдываться и сказать, была установлена поломка. Эксперт установил поломку и все, в принципе, покупателю больше ничего не нужно. Если вы заметили, два было варианта, два заключения. Первое заключение это надломлено было, и второе заключение это оплавлено. То есть, это различные совсем. Ну, это разный характер повреждений. Конечно. Разный характер повреждений, но тем не менее, поломка таковая была установлена. Но он повис на кармане покупателя, нашего клиента. Ну да, потому что в начале завода. В начале, да, конечно. Конечно, в начале это повисло на кармане, как говорим, покупателя. Но тем не менее, то есть, у покупателя есть права, которые он должен использовать в таком случае. Если поломка возникла, и возникла первые шесть месяцев, то законом предполагается, что эта поломка существовала в момент продажи машин. И таким образом, конечно же, продавец несет ответственность. За исключением тех случаев, если продавец сам сможет доказать, что поломка произошла по вине покупателя. Что они и в этом случае попытались сделать, и то, что у них не получилось. Не получилось. А вот если по вине производителя, автопроизводителя произошла поломка, и фактически-то автосалон снимает с себя всякую ответственность. Это вопрос внутренних отношений продавца с производителем, но не вопрос ответственности покупателя. А если машина годовала, то есть год она была в эксплуатации у кого-то, и автосалон ее взял на реализацию? Это не имеет значения. Не имеет значения. Из-за того, что производитель автомобиля продает этот автомобиль на специальном автосалоне, да? Ну да, в специальном автосалоне, где работают квалифицированные техники и так далее. Теперь мы знаем прекрасно и знаем точно, что этот автомобиль в эксплуатации у кого-то не был. То есть он выставлен был на продажу, он простоял в автосалоне 4 месяца, и на 5 месяц он был продан. Вот этот покупатель, кто купил на 5 месяц, он буквально через 2 недели узнает, что его автомобиль был в ремонте. И в очень тяжелом ремонте. То есть объем работ должен был быть большим, емким. Но из-за того, что не был произведен ремонт так, как положено, то есть профессионально, не был произведен, повторяюсь, в автосалоне специализированном предприятии. Это сделали очень просто, я хочу вам... У вас есть фотографии. Я хочу вам просто показать. Вот это вот случай тот, который говорит о том, что ремонт был произведен не то, что профессионально, а грубо. И это было сделано в автохаузе. То есть автомобильный салон, видно и понятно, что здесь удары молотков, но они закрашены. Залакированы. То есть специалисты не потрудились даже восстановить, зашпаклевать, провести все работы соответствующие, восстановить машину и потом только ее выставить на продажу. Это действительно большая редкость. Не было, конечно. Но здесь идет речь о халатном, скажем, о халатной подготовке автомобиля к продаже или о каком-то должностном нарушении. Здесь речь идет о том, чтобы, грубо говоря, сделать деньги на это. Ну это понятно, в конечном итоге. Это с технической стороны, а с юридической, я думаю, а как скажем. А с юридической? Что это? Ну если халатность вот такая вот при... Ну автомобиль должен пройти экспертизу, да, автоэкспертизу на пригодность его эксплуатации. И только после этого он может быть продан. Техосмотр. Техосмотр, да. И после этого только может быть продан. До этого, видать, продавать автомобиль невозможно, да? В юридической точке. Здесь мы различаем разные категории. Техосмотр, что происходит при техосмотре. Малым эксперт может сказать, что проверяется. На техосмотр смотрят, чтобы машина была безопасной для движения. На техосмотр те эксперты, которые осматривают из технических органов, которые осматривают машину, они смотрят единственное на вопрос безопасности. То есть основные части, они проверяют тормоза, свет, рулевую. Они смотрят ходовую часть. То есть они смотрят те части, которые безопасны. Если бы машина была в аварии, или что-то ремонтировалось, и отремонтировалось недостаточно, или недостаточно отремонтировалось не так, как нужно было бы отремонтировать. Кузовные работы, например. Но имеется в виду эстетика. Но тем не менее, если это не составляет опасности для движения, то в принципе... Допустимо, да. Это потом и от покупателя было продавец утаил. Ну да, когда автоцентр продает ее как за автомобиль, ну практически... Не аварийный. Не аварийный. А выяснилось, что... Выяснилось, что аварийный. Более того, мало того, что аварийный, так еще и авария устранена не должным образом. Не профессионально, конечно, восстановлена. Ну давайте вернемся к этой теме позже, потому что мы должны прерваться на рекламу. Реклама на канале, не переключайтесь. И вы снова в студии программы «В правовом поле». Сегодня мы продолжаем тему покупка автомобиля в Германию. И у нас в гости Геннадий Левинский, адвокат города Билифельд, и Виктор Ежов, автоэксперт из города Дюссельдорфа. Итак, мы остановились на том, что предпродажные, скажем так, предпродажные восстановительные работы на автомобиле были замечены. Вот замечены на этой фотографии о том, что автомобиль был восстановлен, хотя это не было нигде в документах указано. И о том, что автомотор был тоже, в общем-то, негоден к эксплуатации дальнейшей, а автомобиль был продан почти как новый, годовалый автомобиль. Автоцентр не желает выплачивать деньги. Покупателю. Что нужно здесь сделать? Какие документы он должен собрать, чтобы прийти к вам с этими документами и уже дальше, наверное, подавать иск в суд? Другого пути, наверное, здесь нет. Такие случаи у нас есть. Когда клиенты приходят к нам, мы направляем сначала эксперта к эксперту для прохождения экспертизы технической. Если эксперт установил то, что машина была в аварии или были какие-то неполадки, мы направляем в первую очередь требования в автосалон. С просьбой, в зависимости от желания клиента, или он захочет машину вернуть, или он захочет получить деньги, часть денег обратно. Ну или других у нас вариантов нет. Понятно. Вот сразу по теме вопрос. Значит, надо заключение эксперта. В данном случае, вот в нашем случае, было два заключения эксперта. Один эксперт показал то, что это была вина, скажем, автосалона. Другой эксперт показывает, что это вина завода-производителя. Да, тогда существует возможность, если вопрос спорный. И мы понимаем, что эксперт, который работал на клиента, он понимает, что он делает, и он дает такое заключение. То здесь самый простой способ, это пойти в так называемый процесс судебной экспертизы. Есть процесс независимой судебной экспертизы. Независимый эксперт. Да, который назначается судом. Есть две противоречивые экспертизы, которые делаются сторонами. Это называется присяжный эксперт, который дает клятву. В таком случае мы подаем заявление в суд, говорим те неполадки, которые были, установлены экспертом нашего клиента. И просим, что суд назначит независимую экспертизу для установления этих фактов. То есть это окончательная инстанция? То, что скажет независимая экспертиза, и будет правдой. То и будет правдой. То и будет правдой. А как в этом случае, кстати, решились? В этом случае очень просто. Абсолютно прав адвокат. Он сказал, что да. Значит, отдали. Суд назначил экспертов. Они решали. Три человека. Коллегиально это была, кстати, экспертиза проходилась. Но пошла коса на камень. Поэтому они подтвердили вердикт, грубо говоря, наш. То есть действительно поршни были оплавлены с нарушением теплового режима двигателя. Ну и поэтому, конечно же, пришли к такому заключению. И это заключение убедило суд и правоту нашего клиента. Так получилось. А если автоцентр какой-то большой, маленький, берет на реализацию автомобиль, то есть у какого-то частного лица, на дальнейшую продажу, такое бывает вообще? Ну, бывает очень часто. Это вопрос. Таким методом пользуются некоторые торговцы автомобилей. Когда они пишут в своих объявлениях или когда продают, записывают, особенно в договор купли-продажи, что продажа идет по поручению клиента. По-немецки оно звучит. Тем самым, что хочет добиться продавец, торговец машин? Он хочет снять с себя ответственность. Как мы знаем, как я уже сказал, первые шесть месяцев, все неполадки, которые происходят первые шесть месяцев, основные неполадки основных частей, закон предполагает, что они существовали в момент продажи. Если продает частное лицо, а этот клиент, как правило, является частным лицом, то это можно исключить. И исключить ответственность. То есть автоцентр таким способом себя защищает и передает всю ответственность на того человека, который... Крупные автоцентры очень редко пользуются такими, практически, можно сказать, не пользуются. Но более мелкие торговцы машин иногда приходят, ставят в своих объявлениях или ставят в договор продажа, частная продажа, так как продажа идет по поручению клиента. Это не машина торговца, другому говоря, а машина клиента. Ну, понятно. Но здесь нужно за этим следить внимательно, что стоит конкретно, если вы покупаете машину... А где это указано, кстати? Может, в договоре указано, в договоре купли-продажи. Если стоит частный договор от частного лица к частному лицу, и вы приехали, к примеру, к торговцу машин, то обоснованным будет вопрос, почему вы заключаете частный. Если он скажет, что... Если вам тот же торговец машин скажет, потому что это моего клиента машина, ну, то вы должны понимать тогда, что, возможно, вы теряете 6 месяцев доказательную базу. Если что-то случится, возможно, нужно более внимательно подойти к этой машине, и это еще является причиной более подробно ее обследовать. И при этом машина находится на территории автохауза, автомобильного салона, и продается на этой же территории. Да. А отношения как частные лица. Кстати, интересно. Есть и другие случаи, когда в договор вписывают продажи на экспорт или продажа только торговцам машин. А что это означает? Почему так в договоре будут записаны? Почему только на экспорт? Вот, да, вопрос возникает. Почему так пишут? Опять же, для того, чтобы снять с себя гарантийные обязательства. Это с юридической стороны. Да. С технической, это уже, знаете, 120%, что машина восстановлена, и за ней идет какой-то хвост неприятный. Техническая характера, естественно. Нужно быть очень аккуратным при покупке машин, где стоит продажа только людям, которые занимаются торговлей, то есть, хендлер, да, FK-1-хендлер, или стоят продажи только на экспорт. Ну, совет тут, наверное, будет один, уместен. Лучше не брать такой автомобиль, да и все. Почему? Можете брать. Это зависит от цены, зависит от того, что человек может с ней сделать, да, с этой машиной. Второе. Я всегда говорил людям, вот прежде чем вы идете покупать, ну, не пожалейте, там, я грубо говорю, не буду в цифрах, но грубо говорю, например, 100 евро не пожалейте. Возьмите с собой специалиста. Просто специалист. Он здесь однозначно. Он вам объяснит и расскажет про эту машину все, что вам необходимо знать. И на этом ваша история или вопросы ненужные закончится. Ну, еще частый случай, который пользуются продавцы машин, или даже вот частных, если продают друг другу частные лица, и пишут, машина не аварийная. Причем пишут это так, что не аварийная по данным первого владельца. А данные? По данным владельца, который был до продавца. То есть, со слов владельца. Со слов предварительного владельца машины. Да, бывшего. Бывшего владельца машины. Ну да, со слов можно узнать все. И вот со слов, то, что стоит со слов, ну, возможно, он и знал. Возможно, машина аварийная. И он будет, вот у меня недавно такой случай был, когда, в принципе, продавец сказал, машина не аварийная. Но в договор он писал по данным бывшего владельца машины. Ну то есть, еще один вариант снять с себя ответственность и переложить на бывшего владельца автомобиля. Я так понимаю. У автосалона? Да, нет, даже не автосалон. Это частное лицо. Частное лицо. И частное лицо, если, опять же, вопрос неаварийности машины. Если даже частное лицо утверждает, то он должен за это отвечать. То даже если частное лицо говорит, машина, моя машина не аварийная, он несет за это ответственность. А если он уже купил ее, и то частное лицо ему сказало, что машина не аварийная. Ну вот он тогда вписывает так, и тогда со слов, да. И вопрос, если устанавливается, что машина была в аварии, и бывают случаи, когда невозможно установить, когда произошла авария, такие случаи есть, ну, несмотря на то, что мы с вами уже общались, что есть вещи, когда можно установить, но есть, конечно, к сожалению, вещи, когда... Хорошо, это касается двух частных лиц, которые, ну, скажем, мужского пола, и которые хоть мало-мальски отличают ходовое колесо от рулевого колеса. Но есть, допустим, ну, женские, пусть женщины обижаются на нас, но есть люди, которые совсем не знают, что это такое, и рулевое колесо от ходового отличить, ну, в принципе, не могут. Вот. Тогда возникает вопрос, как же женщина скажет об этом унфоле, был, не был, или она со слов сказала. Она не знает, что это. Поэтому ей заявить о том, что был унфоль, не был, она не в курсе, как выглядит машина, она тоже не знает. Естественно, но вопрос, выход из этого положения есть, она же может не заявить просто ничего. Об этом сказать мне неизвестно. Была ли авария, или не была. Вот это ее будет оправдывать во всех отношениях. Хорошо. А если с автомобилем мы рассматриваем случаи такие простые. Вот, заметили там удары молотка, вот, заклинило мотор. А если аварию совершил человек, вот, по истечению, там, скажем, тех же 7 дней, ну, не знаю, что-то произошло в автомобиле, то, что повлекло за собой более тяжкие, скажем так, последствия. Вот авария. Вот есть у вас такой случай? Да, буквально недавно. Значит, человек приобрел автомобиль, спортивный вариант, это было Audi 80, действительно спортивный вариант. На нем экстрасы специальные, которые, кстати, были освидетельствованы. Он ее купил в автосалоне. Он буквально, это, опять же, был до такого среднего размера, средних масштабов автосалон. Он приобрел ее и буквально на пятый, ну, я не хочу точно, где-то пятый, шестой день здесь вот был. То есть, неделя не прошла, скажем так, грубо, когда он ехал по трассе, не по международной трассе, а по между городами, внутри городских. Значит, у него идет на выстрел колесо, левое и заднее. Машину разворачивает. Почему? Дорога автомобильная, она была мокрая. То есть, накрапывал небольшой дождь, сопряжение резины с дорогой было, естественно, не такое, она была ослаблена. Когда лопнуло колесо, его просто развернуло несколько раз и ударило от две стоящей машины, и он нашел свою точку остановки около столба дорожного. Вот, 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 что явилось именно здесь причиной, когда он приехал к нам и сказал, что я не могу понять, в чем дело, как это произошло, почему произошло, ну, я не виноват. Приехала полиция, на этот умфаль, конечно же, посмотрели. На аварий. Это благо, что никто не пострадал, да. Благо, что никто не пострадал. Он объяснил, что я ехал, вот случилось, что произошло. Они зафиксировали это и сказали теперь, это ваши проблемы, ну, ваши разборки. Когда он приехал к нам, естественно, я провел обследование автомобиля, и сразу меня насторожил протектор. Это фотография оттуда? Да, вот это вот фотография оттуда. Меня насторожила глубина протектора, ведь машина приобретена неделю назад. Глубина протектора 1,6. То есть это сразу наталкивает на мысль, что машина не прошла никакой предпродажной подготовки. Это был автомобиль Ауди ТТ? Это был, это первый был, да, автомобиль ТТ Ауди, который, кстати, тоже не прошел предпродажную подготовку. К счастью, все же остались живы, четверо. Только у них предпродажные подготовки не надо было проводить, потому что они были под алкогольным зарядкой. Даже так. Возможно, поэтому же. То есть протектор был, в общем-то... Соответствовал, что и явилось именно причиной вот этой аварии. Это очень страшно было, но счастье в том, что он остался жив, и в том, что никто в этой аварии не пострадал. Это действительно счастье. Ну хорошо, вот в данном случае люди купили, и причиной аварии послужил протектор. Опять-таки мы говорим о техосмотре автомобиля, предпродажном техосмотре, который должен был произвести автосалон. Тем более автосалон не так уж и был маленьким, да? Да. Ответственность... Кстати, в его документах, да, в техталонии стоял техосмотр, как положено, он прошел. Но вот вопрос, какой это техосмотр, как на рынке говорят между водителями, черный техосмотр или официальный нормальный техосмотр? Значит, черный или официальный? Ну вот тут возникает вопрос. Очень интересно, что это такое. Я думаю, что адвокат легче ответит на этот вопрос. Ну, Геннадий, давайте тогда к вам переадресуем этот вопрос. И вообще, о техническом осмотре техосмотр машина должна проходить в автосалоне перед продажной или не должна? Ну, если пришло время проходить техосмотр, и машина проходит техосмотр. Как я правильно понял, если я правильно понял со слова эксперта, что машина за 7 дней до того прошла техосмотр. Ну, выходит так, у нас было куплено. Ну, черный, белый техосмотр. Ну, это мы поговорим, чем отличается. Мы прекрасно все понимаем, о чем идет речь. То есть, речь идет, к сожалению, есть люди, которые безответственно подходят к таким техосмотрам. И автосалон в том числе. Автосалон техосмотр сам не проводит, поэтому проводят специальные учреждения, которые имеют допуски. Если об этом узнают государственные органы, у них допуски забирают. Если это становится известно, мы знаем, что такие случаи есть. К сожалению, есть, потому что здесь затронута техническая безопасность. Люди экономят копейки, возможно, потом могут заплатить за это жизнью. И не только своей... И часто платят, да, и чужой тоже. Вот, поэтому, конечно, если 7 дней назад прошел техосмотр, и можно установить, что та поломка, которая произошла, или то, что явилось причиной аварии, должно было быть установлено при техосмотре. То есть, естественно, тот эксперт, который смотрел машину при техосмотре, несет ответственность. Или его компания, которая проводила. Это тюф может быть. То есть, в данном случае виноват будет вот этот тюф, а не, скажем, салон, автосалон. В данном случае... Если произошла авария после покупки автомобиля, через 7 дней по вине, скажем так, автомобиля самого. То есть, протектор оказался тонким. Лопнуло колесо. Вопрос сложный. Вопрос однозначно ответить нельзя. Конечно, возможно, здесь часть вины будет у автосалона. Если автосалон сказал, мы проверили машину... Большая часть. Интересный вопрос. Давайте вернемся после рекламной паузы. Мы должны прерваться. Рекламная пауза. И вы снова в студии программы «В правовом поле». Сегодня мы продолжаем тему «Покупка автомобиля в Германию». И гости в нашей студии Геннадий Левинский, адвокат, город Билифельд. И Виктор Ежов, автоэксперт, город Дюссельдорф. Итак, мы остановились, кстати, на том, как будет разделена или поделена вина между экспертизой и между автосалоном. Здесь, чтобы точно утверждать, конечно, нужно знать сам случай. Нужно знать, как происходил осмотр. Может быть, до этого и автосалон производил подробный осмотр машины и подтвердил покупателю, что в машине не было неполадок. Но это вопрос. Еще раз, законом предполагается, что все неполадки, которые случаются в первые шесть месяцев, идут. Были в момент продажи, и тем самым ответственность несет за эти поломки, несет продавец. А если один из работников техстанции смотрел машину, техосмотр проводил и не увидел то, что должен был увидеть, то работник или его компания будет нести ответственность. А вот инспекцию. Кто проводит инспекцию? Что это такое? Инспекция автомобиля. Кто его проводит? Что это такое? Инспекция автомобилей. Мы различаем инспекцию и техосмотр. То есть, инспекция – это то, что происходит частным образом, можно сказать, проводит автосалон. Автосалон? Вот, да. А вот техосмотр – это тоже организации, которые частные. Может быть, Декра, Тюв, другие есть организации, которые проводят техосмотр. Это полугосударственные органы, можно сказать. По-немецки они называются былиины. Это те органы, которым государство дало полномочия заниматься техосмотром. Они должны отчитываться, они должны выполнять определенные предпосылки. А вот вопрос инспекции – это уже то, что происходит частным образом в автосалонах, в техстанциях, на техстанциях. А что из себя представляет эта инспекция? Что это такое? Ну, надо немножко различия понимать. Техосмотр – это осмотр специалистов, которые находят причины, чтобы не было последствий тяжелых. То есть они выявляют те недостатки в машине технического характера, которые необходимо исправить, чтобы машине было разрешено и зарегистрировано дальнейшая эксплуатация. Если, естественно, это не будет заменено, что они определили как непригодные к дальнейшей эксплуатации, то машина дальше не пойдет. Она не получит разрешения на дальнейшую эксплуатацию. Ну, а сама инспекция в простонародье говорят – малая, большая. Это, возможно, так легче говорить. В самом деле это идет инспекция 1, инспекция 2. Что такое инспекция 1? Инспекция 1 – это небольшие или мелкие по объему работы, которые необходимы, и которые определил технический контроль ТЮФ, что необходимо заменить, сделать. Вот это инспекция номер 1. Мелкая – это что имеется в виду мелкая? Мелкая – вот я разъясняю. Мелкая – она не может быть определена ТЮФом, она может быть определена требованиями техническими именно к этой модели машины. Производитель. Абсолютно верно. По пройденным километражам. Прошла автомобиль определенные километры, она подлежит замене масла, воздушных фильтров, каких-то мелких пыльников. Планомерная. И так далее, да. То есть это такой небольшой, мелкий ремонт. Он необходим, конечно, для машины, чтобы она, скажем так, потому что действительно через определенные километры она подлежит этому осмотру и ремонту. А вот покрупнее там уже идет все. Там входит ходовая, выхлопные, там она заходит на компьютер, считывается компьютер на работу двигателя общую, выхлопные газы, состояние СО2. То есть там уже идет работа действительно, как ее в процедуре называют, большая инспекция. Вот это и есть вторая инспекция. И ее проводит автосалон. Естественно, их проводят специалисты, которые на это имеют лицензии и которые работают именно, как вот уже адвокат говорил, подтверждал, это ДЕКРА, это ТЮФ, это специализированные предстоятельства. Но автосалон обязан это делать. Я так понимаю. Проведение инспекции? Да. Первое вы можете делать сами. Второе, где более тяжелое, где более объемное, они обязаны. Объясняю, почему. Если вы заменили, вынуждены были заменить шаровую на подвеске ходовой, то сами вы этого не сделаете и прохождение технических контролей вы не получите. Потому что, естественно, развал схождения уже будет не соответствовать. Значит, я и советую, и до этого вам говорил, что необходимо проводить у специалистов, которые заменят шаровую и тут же проведут необходимую регулировку развала схождения. Понятно. Это имеет юридическую силу потом этой инспекции проведенной. Обязательно. Это подтверждение того, что машина техническая в хорошем состоянии и она спокойно может эксплуатироваться на дорогах Европы. Тот, кто ремонтирует машину, он несет ответственность за свою работу. Абсолютно верно. И если по вине техстанции потом случается авария, не дотягивают гайки, или такие случаи известны, когда даже со смертельным исходом, к сожалению, когда по вине техстанции мастеров забыл гайку закрыть. Ну и случай с нашим протектором, собственно говоря. Протектор не соответствовал нормам никаким, я так понимаю, был тонкий. Здесь вопрос проверки был. Ну да, ну здесь был вопрос проверки. Ну а может быть и плановые проверки, плановая замена этого протектора. Вот тут я хочу немножко добавить тему. Значит, вот обратите внимание, и я заостряю на этом вопросе. Дело в том, что когда человек сам занимается ремонтом и заменой, например, тормозной системы, что, казалось бы, такого сложного заменить тормозную жидкость? Ну не сложно же никому, да, там поменял, прокачал, да, вопрос прокачал. Сложно потом затормозить. Сказать легко, прокачал. В самом деле это не так просто, как вот на языке. В самом деле прокачка и выгон системы тормозной воздуха, полностью воздуха, потому что если мы там оставим какой-то миллиграмм воздуха, он просто не даст клапану закрыться, сработать. Тогда нету тормозов, тогда нет у нас АБ срабатывания, тогда нет у нас тормозов всех четырех колес. И если одно колесо из трех или два не параллельны, не тормозят, не ожидайте хорошей остановки, добровольной, нормальной. Это будет какая-то принудительная остановка, но уже в аварийном виде. А в случае того, вот если при покупке, особенно через интернет, вот часто, да, покупаем автомобиль, и стоит такая вот, что автомобиль на ходу, вот такое вот как бы примечание, автомобиль на ходу, что означает автомобиль на ходу? Автомобиль на ходу, если человек покупает машину и продавец пишет машину на ходу, фар брать по-немецки, если стоит, то машина должна действительно без того, что она требует ремонта, ездить по дорогам. То есть она может быть требовать большого ремонта, но может ездить, или как я понимаю? Нет, она без ремонта должна ездить по дорогам. А, без ремонта может ездить по дорогам. Без того, что необходимо. Без мешательства в нее, она должна завестись и поехать. Да, правильно поехать. Ну, здесь вы в автосалоне не заметите вывески или бирочки, что она фар берает и она на ходу. Но у хендлера, у держателя маленького продавца автомобилей, она, скорее всего, даже будет написана. Это своего дела, ну, маленькая рекламка для того, что машина на ходу. Если такое стоит, то нужно требовать, если, к примеру, случилась поломка или там стоит, что она на ходу, а на самом деле продавец скажет, да, ну, она на ходу, но вообще-то нужно сделать это, это и это, но тогда уже не соответствует то, что он говорит. Заявлено. Конечно. Здесь большие сомнения. Хорошо, а если вот случается такой случай, что человек покупает автомобиль и едет его регистрировать, ну, в регистрационный отдел, и вдруг происходит авария, ну, как у Высоцкого, еду регистрировать в ГАИ, ну, москвич меня забрызгал негодяй, а тут вот не забрызгал, а что-то более серьезное произошло. Ну, что-то первое, мы знаем, что каждая машина состоит на учете и в регистрационном органе, и тем самым для того, чтобы она была зарегистрирована, машина должна быть застрахована. И вот пока Вы едете в, если Вам продавец дал номера, оставил на машине номера и говорит, Вы можете сами перерегистрировать машину. И если он забрал номера и сказал, Ваши проблемы? Ну, тогда нужно делать страховку отдельно и на перегонных номерах везти, или же... Ну, его только выехал из автосалона. Или же, ну, выехать невозможно из автосалона без номера. Без страховки никак не выехал. Конечно, перегонные номера должны быть по-любому. Поэтому или перегонные номера, или человек оставляет машину на автостоянке, сначала ставит ее на учет и потом с номерами едет. В чем сложность возникает, если происходит авария в этом состоянии, в подвешенном состоянии, когда еще, в общем-то, страховой полис не существует, и, может быть, даже не были заполнены документы на страховой полис, мы обращаемся в первую очередь в страховку и говорим, мы хотим поставить машину на учет. Страховая компания говорит, да, мы вам даем подтверждение. И посылают подтверждение в электронном виде. Как правило, страховку страховая компания дает подтверждение при покупке на нанесение ущерба третьему лицу. Пострадавшей стороне какой-то третьей. Нет, если мы ставим машину на учет, то есть дает подтверждение, что да, машина страхует с момента постановки на учет нового владельца. Но эта страховка распространяется только на нанесение ущерба третьему лицу. Другими словами, если по вине водителя, человек купил дорогую машину, он получил подтверждение от страховки, да, страховку ему дали, и по его вине происходит авария. И он нанес кому-то ущерба. Но он хотел застраховать ее полностью, потому что понимает, что, возможно, машина финансируется, возможно, машина стоит больше 100 тысяч евро, это дорогая машина. Но он получил подтверждение якобы со страховки, но еще не успел заполнить документы и не успел получить полиз, где указано, что машина полная каска застрахована. То есть застрахован даже на тот случай, если по его вине произойдет авария. В чем опасность здесь? Опасность того, что если он получил просто подтверждение от страховки, подтверждение является ничем другим, подтверждение, что машина застрахована по нанесению ущерба третьему лицу, и в случае его собственной вины, страховка платить, конечно же, не будет. Как быть в такой ситуации? Тогда нужно потребоваться страховки, если человеку очень важна и дорогостоящая машина, и он собирается поставить машину на учет, и проходит какое-то время, пока он заполнит документы, пока он получит полис, это все длится какое-то время, может неделю, может две, но авария может случиться через час. В любом случае, да. Дорога из дорог. Вот, поэтому стоит у страховки попросить письменное подтверждение, сразу страховку предупредить, что я буду заключать полную каску, страховку, то есть не только по нанесению ущерба третьему лицу, но и в случае собственной вины. Тогда страховка должна будет дать подтверждение, нужно затребовать, само по себе страховка это подтверждение не даст, нужно затребовать у страховой компании такое подтверждение, что машина застрахована с первого дня, постановки на учет, полной каски. И тогда в случае аварии страховая компания обязана будет возместить ущерб, даже если авария произошла по вине водителя. Понятно, то есть надо иметь при себе такое подтверждение и страховой компании. Ну вот тут немножко, когда страховая компания перенимает на себя стоимость ремонта в противоположной стороне, тут вопрос такой, не то что двоякий, а троякий даже сказал бы. Например, вот мы говорили до этого про резину, которая была не подготовлена и не была в Арберрайт, как мы говорили. Так вот у человека резина была при аварии летняя. Ну покрышками из-за протектора. В зимний период времени. Так вот когда... Ну это же явное нарушение. Полностью, конечно, когда прошли полностью разбирательства, кстати, судебные, потому что там было 4 машины повреждены, естественно, это было разбирательство долгое, в течение года. Но сам вердикт и что получилось, я вам скажу коротенько. Резина была установлена летняя, в зимний период времени. То есть это не говорит о том, что снег ли, дождь ли там, какое покрытие асфальта, резина должна соответствовать тому сезону времени года, в который едет человек. Вот это важно почему? Потому что страховая компания на основании экспертизы автоэксперта и на основании протокола полицейского, который, кстати, сейчас фиксируют не везде, не во всех землях, фиксируют такой резин наличия во времени года, страховая компания на основании этого не всегда перенимает 100% оплату. Вот у нашего человека, у нашего клиента был случай, это буквально было 4 недели назад, эта ситуация была, он проиграл, он уже проиграл, хотя суда еще не было. Между адвокатами шла переписка, которые однозначно сказали, что из 6 тысяч стоимости ремонта, что они перенимают 10%. Ну что такое 10%? Ну и давайте так, последний вопрос, я хочу вам задать так, как наша передача уже подходит к концу. Вот если мы покупаем автомобиль в автосалоне или участника, но этот автомобиль был раньше, скажем, сдавался в аренду, должен ли продавец сообщить нам это? Давайте коротко. Да, нет? Вот совсем недавно, пару лет назад было решение земельного суда Казар Слаутен, который решил, что сам по себе, если покупатель не спрашивает продавца о том, была ли машина, сдавалась ли в аренду, то продавец сам по себе не обязан говорить о том, что сдавалась машина в аренду или нет. Но если он спросил и продавец ему сказал не знаю или не ответил, и он знал, тогда он, конечно, как бы. Ну что ж, спасибо вам за участие в нашей программе. К сожалению, программа наша подходит к концу. Вам хочу пожелать всего доброго и никогда не выходить за рамки правового поля. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok